Всем привет! Сегодня я хочу сделать так видео, что в моем iPhone. Может быть, вам помогут какие-то мои рекомендации, какие-то мои приложения понравятся, или просто поможет получше узнать меня. Итак, начнем. Начнем, наверное, с самого любимого моего приложения. Оно называется Calm. Спокойствие. Это приложение на английском языке, оно подойдет только тем, кто знает английский язык. Это программа по медитации. Бесплатно есть возможность скачать 8 уроков, которые длятся где-то по 5-7 минут. Остальное нужно уже докупать, но как-то не очень дорого, по-моему, это стоит. Я еще не докупала, я еще слушаю эти все 7 уроков. И, значит, там просто... Я испробовала очень многие приложения подобные. Там просто потрясающий голос у девушки подобра, настолько потрясающий, что только от ее одного голоса можно расслабиться. Дикция такая хорошая, очень приятный, невероятно приятный релакс-голос. Вот. И, значит, она просто говорит какой-то текст, такой, мол, представьте, как вы лежите на кровати, ваши руки расслаблены, ваши ноги расслаблены. И вот, значит, это длится около 7 минут, и потом она говорит, все, открывайте глаза, и вы как заново родились. Это действительно так. Это просто невероятно. Но нужно просто пропустить через себя. Вот этот текст, который она говорит, иначе не подействует. Просто очень классно. Реально встаешь заново рожденный. Это потрясающе. Я в такие штуки никогда не верила. Но я посмотрела у одного ютубера парня, он это порекомендовал. Я себе это скачала, и мне очень понравилось. И все остальные аналоги были просто рядом, не стояли с этим приложением. Снизу я вам оставлю список всех приложений, о которых я буду говорить сегодня. А вот. Потом следующее мое приложение. Fast Camera. Классное приложение. Это такая камера. Вы нажимаете кнопку «Поехали». И она до бесконечности фотографирует, пока вы не нажмете «Стоп». Я не знаю, насколько я помню, где-то за 30 секунд она снимает около 200 фотографий. И потом, во-первых, эти фотографии сами по себе очень прикольные. А во-вторых, из них можно делать потом маленькие фильмы. В этом же приложении можно делать маленькие фильмы. То есть вы можете засняться огромной скоростью, как вы, например, кривляетесь перед камерой. То есть вы как бы что-нибудь такое делаете, типа такого. И потом это все очень быстро фотографируется. Вы складываете это в маленький фильм из фотографий. И смотрится очень-очень забавно. Просто вот украсить какое-то видео или просто как прикол на память. Причем оно очень маленькое и очень короткое. В общем, просто развлекаловка такая. Очень прикольно. Дальше у меня есть приложение TripAdvisor. Это приложение, которое работает без интернета. То есть предварительно перед тем, как вы едете в новую страну или новый город, вам нужно скачать из интернета именно информацию по данным городе и стране. Дальше, когда вы уже там находитесь, то вам интернет не нужен. И вы можете смотреть все достопримечательности, все развлечения, рестораны, гостиницы и все что угодно в этом TripAdvisor. Довольно прикольное приложение. Потом у меня есть приложение. Хм, фотопедия Париж. Это просто фотки Парижа, разбитые по категориям по районам. Фотки на самом деле очень красивые. Я не знаю, почему именно этот город. Париж далеко не самый мой любимый город на земле. Один из, но вообще у меня их много. Я любительница путешествовать и я просто обожаю всякие города. Почему-то именно Париж я скачала. Не знаю, но мне очень нравится. Вот, дальше. Дальше у меня есть игра City. Такая игра, в которой нужно угадывать город. Вообще-то у меня несколько таких игр. Вам показывается фотография. И вы из четырех вариантов выбираете, какой город. Вообще игрушка помогает на самом деле развиваться. Тут 450 различных вариантов. Я прошла их все. И очень многие запомнила города, как выглядят. Даже те, что не знала. И просто до невероятности иногда похожа архитектура. Просто тебе показывают какой-то город, ты абсолютно уверен, что это Париж, например. А оказывается, что это Монреаль или что-нибудь в этом духе. В общем, интересная развивающая игруйка для тех, кто любит города. Потом. Приложение Евроньюз. Да, у меня есть приложение Евроньюз. Как будто бы я смотрю новости. Когда-то я смотрела новости. И Евроньюз был любимый мой новостной канал. Но если честно, вот уже месяца три я просто не открываю это приложение. И не открываю даже сайт в интернете. Не знаю, не знаю, почему. Как-то перешла в последнее время, наверное, на чешские новости. Не знаю. Но вообще приложение прикольное. Но оно тоже, по-моему... Оно у меня на английском языке. И, по-моему, оно есть только на английском языке. Я не очень уверена. Следующее приложение. Векскан. Это программка такая, которая позволяет отсканировать штрих-код любого продукта. Веганского или вегетарианского. Вы там регистрируетесь в этом приложении. Сканируете. И он вам показывает. Если этот товар, который вы сканируете, уже есть в этой базе. То он вам показывает, веганский это или вегетарианский товар. Если нет, он вам предлагает его внести. И таким образом со всего мира складывается вот такая вот огромная датабаза вот этих вот товаров. То есть, приехав в любую страну, если даже вы не знаете языка, и вы не можете прочитать, что это за продукт, вы можете его отсканировать. И если он есть в базе, то вы просто будете знать, веганский он или нет. Плюс там, когда вы вносите какой-то товар, другие люди могут подтверждать. Да, согласны они с вашим мнением, что он является веганским или нет. Там можно расписывать и составы продуктов и всего. Ну, короче, такое забавное приложение. Там, по-моему, даже какие-то призы разыгрывают тем, кто больше всего вносит. Я довольно много раньше вносила. В последнее время как-то особо новых продуктов таких не покупала. Все как обычно, поэтому ничего в последнее время не вносила. Есть у меня еще скачанное приложение Moves. Это очень знаменитое приложение, которое измеряет расстояние при вашей ходьбе и прочее. Я ни разу не пользовалась, хотя когда я его скачала, я его очень хотела. Так что надо начинать пользоваться одним словом. Так, есть у меня еще Remote Mouse. Это такая программка, которая позволяет iPhone настроить как пульт дистанционного управления для компьютера. Для iMac в моем случае. И с него можно переключать фильмы, перекачивать фотографии, управлять песнями. В общем, пульт на довольно ограниченный круг функций, но тем не менее. Просто пульт дистанционного управления. Прикольная штука. Когда лень вставать. Мне обычно не лень, но если лень, то можно воспользоваться. Дальше я хочу рассказать о двух игрульках. Я не играю в игры. Ни на компьютере, ни в телефоне. Но есть два исключения. Мои две любимые игрульки. Одна называется Run Cow Run. Это очень классная игра. Веселая. Забавная. Одним словом, коровка сбежала с фермы. И за ней гонится фермер. И хочет ее убить. Бежит за ней на тракторе с вилами. И хочет ее убить. И вам нужно спасти коровку. Бежать очень быстро, преодолев все препятствия. Игра вообще очень забавная. Веселая музычка. Веселая вообще. Нарисованная, веселая. Графика клевая. Короче, просто такая забавлялка суперская. И на самом деле все сложнее и сложнее в нее играть, чем дальше продвигаетесь по уровням. Там уже так сложно становится. Даже преграды преодолевать. Не то, что там какие-то задания выполнять. Там сначала нужно типа 500 метров подбежать. Потом 1000-1500, не сбиваясь, чтобы тебя не убили. Это тяжело. Мне очень нравится эта игрулька. Классная. И вторая моя любимая игрулька. Баунтинг. Сейчас. Тут есть варианты. Можно выбирать более сложный. Сложный вариант, как в нее играть более легкий. Где убирать по 3 шарика, по 4. И так далее. Фишка в том, что тут летят шары сверху. Их нужно направлять. И по цветам попадать в шары, которые лежат снизу разноцветные. Таким образом, в зависимости от игры, которую вы выберете, сбивать или по 3, по 4 шара. В общем, вам нужно верхний шар вбить в нижний. Таким образом, чтобы они по цветам убирались постепенно. По-моему, 2 или 3 промаха и появляется новый ряд. То есть, поднимается выше, выше, выше эта кучка. И в итоге доходит до того, если вы проигрываете, что вы уже стрелять не можете. Потому что вас уже прижало к самому верху. Короче, вот такая игрулька. Я люблю игры с шарами. Были у меня уже другие любимые. Но вот это на сегодняшний день мой фаворит. Что у меня еще есть? Еще у меня есть приложение Flight Plus. Это тоже приложение на английском языке. Которое позволяет отслеживать полеты всех самолетов во всех аэропортах мира. Я не знаю, зачем мне это приложение нужно. Меня просто иногда прикалывает зайти, посмотреть. А вот какие сейчас самолеты прилетают вправо. Откуда? Вот я открываю, смотрю. Из Москвы, из Амстердама. Вот такое приложение. Для тех, кто очень часто летает, наверное, это вообще очень полезная штука для меня. Я летаю не очень часто. Для меня это просто развлекаловка. Короче, дальше у меня есть приложение Shazam. Наверное, Shazam оно читается. Если неправильно, извините. Это приложение по определению, вы наверняка его знаете, это очень популярное приложение по определению песни. То есть вы включаете его, записываете фрагмент песни, он вам пишет какой-то исполнитель и как называется песня. Очень классное приложение. Я просто без него вообще не могу жить. Просто супер. Иногда где-то в магазине или по радио услышишь песню и не знаешь, не знаешь, что за она записал и уже все знаешь. Супер. Просто класс. Что бы еще такое интересное искать? Вайбер, скайп, конечно, у меня есть. Ютуб. Прогноз погоды. Плеер для просмотра видео. Ага, еще стоит у меня игра Minion Rush. Это очень классная игра, но в нее очень тяжело играть мне. Просто тяжело. То есть этот Minion, он бежит там, она очень смешная, классная вообще. Графика супер. Этот Minion бежит с такой скоростью, что я реально не успеваю реагировать. Поэтому мне, я просто пробовала несколько раз играть в нее. Лешка, мой муж, обожает ее. Но я просто не справляюсь с ней. Поэтому иногда я ее просто включаю умилиться. Какие они классные. Бегает такой человечек клевый, собирает бананы по знаменитому мультику. Вы наверняка все знаете это. Вот. И последнее мое приложение. Это русско-английский словарь, который работает без интернета. Вообще-то было бы неплохо, чтобы еще и английско-русский был словарь. Но у меня такого нет. Есть только русско-английский. Очень хороший словарь. Тут много слов, не знаю, может, тысяч двадцать. Вот. И последнее, наверное, что заслуживает внимания в моем айфоне, это в книжках на праздник мне подарил муж книжку. Дэви Хайвака, поп-кидс. Это его первая новелла. Она не переведена ни на один язык, она тоже на английском языке. Вот она у меня есть. Вот, наверное, и все. Я вас очень хочу попросить, оставьте мне, пожалуйста, в комментариях, какие приложения вам нравятся. Абсолютно на любую тему вообще. Просто мне интересно, потому что самой, как бы так искать, особо обзорами приложений я не интересуюсь. Иногда что-то посмотрю, что-то мне понравится. Попробуйте, посоветуйте, что нравится вам. На любую тему, просто что вам нравится. Какие-то интересные, развлекательные, познавательные любые приложения. Спасибо за просмотр. Пока!